Пам-пам, у микрофона Карина. Сегодня хочу рассказать об игре Teenage Mutant Ninja Turtles, которая вышла на NES в 1989 году. И это самая охуенная и разнообразная игра о черепахах на пиздец, как всеми любимой нами восьми битке. Игру делала Konami, но из-за охуеть как продуманные политики Nintendo с лимитом издаваемых игр от одного издателей в год на консоли издана была на Ultra Games. Да, нихуево Konami обошла ограничения. Игра была в основном вдохновлена мультсериалом, но с какого-то заеба черепахи выглядят как в комиксах. С какого хуя так получилось? А кто знает. В игре есть много портов от DX Spectrum до DOS, но даже на железно лучших платформах в портах проебали. Всё. И играть в эту поебень я рекомендую только если версию на NES вы уже знаете на память. И она вас заебала, и хочется чего-то такого же, но не такого же. А в этом случае поебашить в эти порты может быть даже прикольно. Как ж в жабку на Амиге. Ладно, ошибки когда-то потом. Сюжет игры рассказывает о том, что Шреддер спиздил лазер, который может превратить сплинтера в человека. А Бипоп и Рок, кстати, как всегда, похитили Эйприл. Ну, этот ёбаный сексизм. Охуенной фичей игры является возможность в любой момент сменить героя. Характеристики оружия, типа скорости и радиуса удара пиздец какие разные. Что заставляет думать и выбирать черепах в зависимости от ситуации. Впрочем, это не самая лёгкая игра. И часто весь ваш продуманный план может пойти к ёбаной матери. И выбирать придётся тех, у кого осталось много здоровья. В какой-то мере это медраидвания. Впрочем, не сильно запутанные. И вас скорее убьют нахуй, чем вы серьёзно заблудитесь в этой игре. Есть в этих черепахах и очень линейные моменты. Например, когда надо плыть под водой и обезвреживать бомбы на дамбе. Именно здесь многие мои друзья отхуели о сложности и не смогли пройти дальше. Слабаки! Там ведь всего-то надо аккуратно плыть, не задевая всё, что может нанести вам урон. Ебать, ну ези же! Уровни в игре очень разнообразные. И в моментах с открытым миром игра по-настоящему передаёт дух приключения. Когда вы можете сесть в штурмовую машину черепах и ездить исследовать Нью-Йорк. Здесь не сюжет двигает вас, а вы сюжет. И это охуительная большая разница того, как будет восприниматься игра. Все следующие игры о черепахах на Несс полностью нахуй абсолютно линейные. Поэтому первая часть охуеть как выделяется на их фоне. И графика, и музыка. Всё супер. Никаких пиздец, как любимых многими разрабами абсолютно чёрных задников. А количество врагов. Иногда на экране так-то хуя врагов, что вспомнить столь впечатляющие толпы врагов в других играх на Несс. Пиздец, как сложно. И это снова влияет на впечатление, когда вы хуярите десятки врагов на экране. Это именно то, что должно быть в играх о черепахах. Ещё очень прикольно то, что в игре есть дополнительное оружие. Моё любимое это бумеранги. Потому что если их ловить, когда они летят назад, они не кончатся. И охуеть, как много моментов с ними приходится намного легче. Единственный минус игры, это то, что она на одного игрока. Но каким хуя на механику этой игры можно натянуть режим для двух, тоже непонятно. В общем, рекомендую. Это 10 из 10. Лучшая игра о черепахах на Несс.